Здравствуйте, уважаемые слушатели. Рад приветствовать вас в Центре компьютерного обучения специалист. Меня зовут Иванов Валерий Георгиевич. Я преподаватель Центра компьютерного обучения шестой год. Читаю курсы по бухгалтерскому учету, по теории, по 1С бухгалтерии, по финансово-экономическому анализу. Являюсь аспирантом кафедры банковского дела. Являюсь сертифицированным преподавателем фирмы 1С по бухгалтерскому учету. Методолог. Являюсь автором программных продуктов подрядчик строительства, бухгалтерия строительной организации. Мы с вами сегодня рассмотрим особенности формирования отчетов и отчетности в программном продукте бухгалтерии предприятия. Пару слов о центре, Центр компьютерного обучения, специалист, лучший центр в Российской Федерации на постсоветском пространстве, странах СНГ. У нас занимаются самые успешные слушатели, у самых успешных преподавателей. Опыт, качество, отзывы в центре сами говорят за себя. Задача наша – донести до каждого суть всей информации, развивать навыки, способности, умения, чтобы все слушатели получали качественные образовательные услуги. Итак, тема сегодняшнего семинара. Мы сказали особенности формирования отчетов и отчетности в 1С. Секреты или просто способы мы увидим сегодня. Напомню, в Центре компьютерного обучения вы проходили курсы по теории бухгалтерии. Также есть целая линейка курсов, связанная с 1С-бухгалтерией. Уровень первый – автоматизированный бухгалтерский учет. Уровень второй – учет хозяйственных операций. Уровень по особенности учета НДС в 1С. Уровень, связанный с семинаром по положению БУ-1802. Ну и, собственно, курсы по программированию в 1С тоже есть. Это те бухгалтеры, которые почувствуют в себе возможности для дальнейшего развития уже на этапе программирования. Тоже можно записываться на курсы и изучать 1С изнутри с точки зрения языка программирования. Значит, почта, если будут возникать вопросы, вы всегда на сайте «Специалист» можете интерактивно онлайн записаться сразу к нам на курсы. Можете в любой из комплексов обратиться к вашему менеджеру или получить, узнать, познакомиться с менеджером. Моя личная почта корпоративная ваевановсобакаспециалист.ру. Возможно, у вас будут какие-то вопросы, консультации. Мы поддерживаем наших слушателей, начинающих слушателей, консультируем, как записаться на курсы существующих слушателей и уже выпускников Центра компьютерного обучения «Специалист». Мы постоянно поддерживаем советами, трудоустройствами. Иногда у нас есть Центр, отдел по трудоустройству. И, конечно же, ответами на очень сложные вопросы, которые у вас возникают повседневно. Значит, что вы получите, обращаясь в наш Центр специалист, то есть документы об окончании, у вас будет свидетельство. Сертификат можно получить на английском языке. Если вы пройдете теорию бухучета и хотя бы один из курсов 1С, то уже имеете право на удостоверение о повышении квалификации. И если вы пройдете линейку курсов 256 или более 200 часов, это уже диплом о профессиональной переподготовке. Мы знаем, что с 1 июля 2016 года вступают в силу профстандарты. Есть понятие профстандарт для бухгалтера. Конечно, наличие высшего образования экономического для бухгалтера будет являться обязательным, если это будет прописано в каком-то законе. Пока нигде в законе об окончании не прописаны требования. Поэтому, в принципе, если у вас есть опыт работы в бухгалтерии, счетоводстве более трех лет, можете работать бухгалтером. Или есть любое экономическое образование. В том числе и диплом о профессиональной переподготовке. То есть, если у вас будет диплом о профессиональной переподготовке, можете работать кем угодно и как угодно. Это касается начинающих бухгалтеров. А бухгалтеры с опытом со стажем могут ничего не бояться. Есть опыт более трех лет бухгалтерии. Можно занимать должность бухгалтера и работать и главным бухгалтером, и просто бухгалтером, и кем угодно. Мы можем начинать. Значит, чтобы получить эти свидетельства, обращайтесь к менеджерам, вас запишут и мы рассматриваем. О чем будет идти речь? Об отчетах и отчетности в программном продукте «Бухгалтерия» редакция 3.0. Значит, прежде чем начнем с отчетов и отчетности, я, как всегда, напомню, что отчеты – это одна из составляющих сердца метаданных программы 1С. То есть без отчетов и отчетности не будет полноценной системы ведения бухгалтерского учета. Многие бухгалтера думают, что, вот далее, как мы считаем, какой процент отчета и отчетность занимают в успешной деятельности бухгалтерии. Без отчетов и без отчетности. То есть можно сказать, что это та вершина айсберга, которую мы видим. Работа бухгалтерии можно оценить по своевременному формированию отчета и отчетности. Любая система, а именно бухучет как система, как минимум состоит из трех этапов. Это ввод информации в систему, это обработка и хранение информации и, конечно же, вывод информации из системы. Так вот, самое главное для бухгалтера, Салимат, это результат деятельности или процесс деятельности? Вопрос подвоха. Как вы считаете? Результат. Результат. Какие варианты, Юлия? Я думаю, это и то. И то, и то. Вы руководите ваш результат, а бухгалтер не будет. Процесс работы, то результат будет или нарисованная отчетность, неадекватная, несправедливая, несоответствующая действительности. Потому что мы выводим всю информацию из нашей учетной системы, из бухгалтерской, в виде отчета и отчетности. И если мы неправильно занесем информацию в систему, конечно же, в бухгалтерии важен и процесс, и результат. Но ответ, что мы работаем на результат, тоже правильный. Но немаловажно, как мы достигаем этого результата. То есть, если вы сидите по 12-15 часов в бухгалтерии, пьете кофе и не успеваете ничего, значит, нужно построить процесс так, чтобы вы и успевали кофе пить, чай пить, печеньки, и успевали вовремя домой выходить, и чтобы у вас была адекватная, справедливая отчетность, которая устраивает абсолютно всех. Ну, такого не бывает, чтобы устраивало всех, но бухгалтер должен углы смягчать и находить там промисс между всеми. Вот мы говорим, на первом этапе 85% вашего успеха – это, конечно же, документы, которые вы отражаете, справочная информация плюс документы. Без правильного отражения документов и заполнения справочников 1С никогда не получите автоматически по кнопке «Заполнить» сформировать нормальную отчетность. То есть, основная работа мы как раз на курсах 1С – это рассматриваем. То есть, как правильно заполнять все хозяйственные операции или факты хозяйственной жизни. Наталья Ивановна, 3% нашей работы будут зависеть непосредственно от того, как программисты сработали в этой программе, да? Потому что я могу все занести, но ошибки допустили программисты, и ничего не будет работать. И всего лишь 12% на совести тоже программистов, которые создали кнопки «Заполнить» сформировать в отчетах и отчетности. И мы вовремя оперативно должны формировать все отчеты и отчетности. Вот они, вот объекты нашего сегодняшнего с вами занятия. То есть, в системе метаданных отчет и отчетность есть в любом программном продукте 1С. На базе платформы 1С предприятия. То есть, нет такой конфигурации без отчетов и отчетности. Но чтобы отчеты и отчеты сформировались и работали, Наталья, нужно что делать? То есть, нужно правильно заносить информацию в систему. У меня сейчас база уже с занесенными данными в систему. Как они попали в 1С, это мы рассматриваем на курсах 1С бухгалтерии. Первый уровень, второй уровень. Первый уровень после теории бухучета от нуля и до баланса. Второй уровень – хозяйственные факты жизни, операции, которых вы даже в теории бухучета не рассматривали. Это валютные операции, агентские, комиссионные, балансовые отчеты специфические, командировочно-валютные, еще какие-то. То есть, импортная деятельность, различные материалы, связанные с лизинговыми, с модернизациями, еще с какими-то. То есть, те нюансы и особенности, из которых строится бухгалтерский учет в обычной деятельности компании. Когда мы будем говорить об отчетах и отчетности, конечно, есть понятие стандартные отчеты. Ну, например, мой любимый отчет – анализ субконта. И есть отчеты, связанные с регламентированной регламентной отчетностью. То есть, которые мы сдаем, например, с налогом на прибыль, НДС, декларации различные по НДФЛ и прочее. Раздел отчеты в 1С отдельно обособленно выделен. То есть, вы всегда можете найти все отчеты в разделе «Отчеты». Отчеты делятся по блокам на стандартные. Стандартные отчеты связаны с контролем и сверками нашей повседневной деятельности. То, что мы отражаем в учете, как правильно отражается. Мы посмотрим, как они настраиваются. Что значит, соответствуют ли отчеты понятию ст. 10.402 ФЗ в 1С. Это требование к регистрам бухгалтерского учета. Как это настроить проще простого в 1С мы сегодня увидим. Блок по регламентированной отчетности и возможность сразу сдавать отчеты в фонды, пенсионный фонд, ФСС. Сразу сдавать отчетность в налоговую инспекцию, переписки, сверки с контрагентами в части НДС и продаж, например, или покупок. Отчеты по НДС отдельным блоком выделены. Конечно же, есть регистры по налогу на прибыль, регистр налогового учета. Если вы упрощенцы, книга учета доходов и расходов КУДИР для малых предприятий. Ну и, конечно же, анализ учета. Фирма 1С очень много средств потратила на формирование в программных продуктах 8-й редакции, 8.2, 8.3. Именно построение регистров, связанных с различными экспресс-проверками, помощниками для главного бухгалтера. То есть оценка риска налоговой проверки, экспресс-проверка, анализ учета по налогу на прибыль, наличие счетов фактур, анализ учета по НДС и так далее. Значит, мы начнем с первого нашего отчета – это оборотно-сальдовая ведомость. Напомню, звездочка возле отчета – это не что иное, как просто избранная. То есть, видимо, чаще всего бухгалтер работает с обороткой, поэтому она у него под рукой будет в избранном. И по звездочке избранной вы всегда можете открыть нужные вам отчеты. Например, анализ субконта или оборотно-сальдовую ведомость или что-то еще. Значит, мы начнем с того, что посмотрим отчеты оборотно-сальдовую ведомость и посмотрим, как правильно заполнять отчеты в 1С, чтобы что-то получить. На первом шаге мы всегда указываем, даже на нулевом шаге, период. Период можно задать руками. Можно календариком выбрать соответствующую дату, начало и дату окончания. А можно по кнопке «Выбор периода» выбрать год, месяц или сразу период какой-то. Четвертый квартал, например. Или год 2015. Я хочу год 2015 сформировать. Мы будем смотреть годовую отчетность. Она еще актуальна, еще пару дней осталось. То есть, еще есть шанс, кто не успел сдать баланс, можно успеть. Вчера декларацию по налогу на прибыль надо было сдать, последний срок. Отчетность по 2 НДФЛ. До 1 апреля еще есть срок, поэтому мы смотрим годовую за 2015 год. 2016 год только вот первый квартал заканчивается. А вот особенности новой отчетности, которую нужно сдавать по НДФЛ, например, 6 НДФЛ, или же отчетность, связанную с сведениями в пенсионный фонд с 1 мая будут обязательными. Это мы, конечно, на курсах 1С с вами будем рассматривать, если вы, конечно, к нам запишетесь и придете. Итак, как первое настроить отчет? Мы указываем период, указываем для какой организации. Если организация по умолчанию у нас Орион, значит все устраивает. Дальше по кнопке, стартовая кнопка «Показать настройки» называется, потом называется «Скрыть настройки». То есть мы нажмем кнопку «Показать настройки» и настроим стартовый оборот на сайтовую ведомость так, как положено, и согласно законодательству об учете, и согласно нашим внутренним персональным настройкам. Первое. Важно ли мне, Салимат, отвечать 10.03 от 10.09 или 41.01 от 41.02 товар в рознице? А? Удобнее. Удобнее различать. Конечно. Поэтому, если я хочу в оборот на сайтовой ведомости настройки по субсчетам, это означает, что если я буду видеть в целом 10-й счет, то я буду еще в детализации видеть субсчета 10-го счета. Поэтому эту галочку я обязательно включаю. Секрет таков. В настройках желательно включить все галки, ну и проблем у вас не будет. Елена. В отборе. Забалансовые. У нас будут забалансовые некие мат-ценности, и мы хотим их увидеть для управленческого учета на забалансе. Кто что держит. Показатели. Напомню, в редакции 3.0 ведется бухгалтерский и налоговый учет одновременно на одном и том же плане счетов. Конечно, и постоянные временные разницы. А контроль гласит, что бухгалтерский учет всегда равен налоговому учету плюс разница, если постоянная, или разница временная. ВР или ПР. А контроль, если это равенство будет выполняться, контроль означает, что если я отниму два одинаковых числа, то есть от бухгалтерского учета налоговый ПР и ВР, я должен получить ноль. То есть в оборотно-сальдовой ведомости контроль должен быть равен нулю. Исключение составляют позиции по 90 счетам там, где нет-то выручка и за минусом НДС. НДС не признается в налоговом учете, поэтому на сумму НДС может быть контроль. Валютная сумма, если есть, будет. Развернутая сальда по тем счетам, которые вы в бухгалтерском учете называли активно-пассивными. Или там, где отношения раздел 6 в плане счетов. Вот план счетов, раздел 6 отношения. Эти счета могут и нам быть должны, и мы быть должны можем. Всякое может быть. Дополнительные поля. Для начинающих бухгалтеров я всегда советую включать галку «Выводить наименование счета». То есть наименование счета отличается от 94Н плана счетов. Почему отличается? Потому что здесь есть множество субсчетов, что законодательство нам не запрещает делать. Счета единые, субсчета разные. Здравствуйте, приходите. Оформление. Когда мы говорим об оформлении, здесь внимание на галочки, которые у вас идут ниже. Заголовок, единица измерения и подписи. Вот 402 ФСС содержит эти требования. Статья 10 к регистрам бухгалтера. Обязательно должно быть название, единица измерения, и не должно быть анонимок. То есть подписи должны быть. Выглядит отрицательно, это уже на ваше усмотрение. А вариант оформления, Наталья Ивановна, можем, например, захотели в Арктику или на море. Можем выбрать море. Соответственно, цветовая индикация будет более там сине-голубая. То есть морская, так скажем. Если мне неудобно, что машина выделяет название счетов-субсчетов, потому что неудобно листать, я могу что сделать? Выделить любую ячейку, удерживая контрол колесиком мыши на себя. И настроить таким образом, чтобы видел все движения. И обороты по дебету и по кредиту, сальдо, наконец, тоже. Мы должны научиться читать с вами отчетность. Вот после сегодняшнего занятия навыки у вас будут стандартные. Они, конечно, у вас может уже существует, но мы просто повторимся. То есть для активных счетов все увеличения происходят по дебету, уменьшения по кредиту. Правильно? Для счетов пассивных все увеличения по кредиту, уменьшения по дебету. Соответственно, если где-то 1С покажет мне разницы постоянные, временные, я буду понимать, что на то есть причина. Потому что БУК-учет стандартно показывает мне 124.82 на 0.1 счете. А налоговый показывает, что на 0.1 признаны все, но почему-то временная разница 4.200 с минусом. Почему? Это уже вопрос к положению по бухгалтерскому учету 18.2 и к фактам жизни. То есть вы в любом отчете должны иметь возможность открыть двойным кликом хозяйственную операцию ОСВ по счету. Машина нам детализирует конкретно по каким видам. В чем отличие оборотно-сальдовой ведомости от оборотно-сальдовой по 0.1 счету? Что машина уже некую первичную аналитику нам показывает, что есть и компьютер, и МФУ Кэнон, и R2520, и компьютер выбыл. Как я понимаю, что компьютер выбывает по субсчету 0.1.0.9? Счет субсчет 0.1.0.9 означает выбытие основных средств. Компьютер отсутствует, видимо он списан, а вот МФУ Кэнон на балансе еще имеется. Вопрос. Я хочу посмотреть карточку счета МФУ Кэнон и показать настройки по всем показателям бухгалтерский, налоговый и разницы. Сформировать. Напомню, карточка счета, из теории бухучета вы знаете, что это просто самолетик. Самолетик по 0.1 счету, у которого есть дебетовая часть, кредитовая часть. Или напомню, что такое дебет-кредит счета. Дебет левая часть, кредит правая часть. Правильно? Значит, есть анекдот про бухгалтера, который каждый раз заходит к себе на работу и уже собирается на пенсию. Каждый день, начиная тут, раз того, что идет в дальний угол кабинета и открывает шкаф. Смотрит по сторонам, закрывает. И его постоянно спрашивали, почему он это делает, он не говорил. И тут уже на пенсию ходит. Конечно же, говорит, так и быть, поделюсь с вами секретом. На одной дверце слева написано дебет, с другой права кредит. Чтобы вспоминать, что такое дебет и кредит счета. Левая часть, правая часть. Значит, левая часть. У вас в журнале операции. Мы писали единичка, скобка, 42 тысячи. Двоечка, скобка. Ну, в данном случае это явление называется амортизационной премией. Не знаю, в бухучете говорили ли вы об этом явлении, но на курсе 1С мы ее рассматриваем. Амортизационная премия – это право по налоговому кодексу. И нам налоговый кодекс дает право, и на курсах по налогообложению обязательно о ней говорим. Налоговый кодекс только в налоговом учете разрешает нам списать первоначальную стоимость и не признавать ее амортизируемой. То есть, если первоначальная стоимость 42 тысячи, а я хочу 10%, 10% действует для группы 1, 2, 8, 9, 10 в классификации основных средств. 30% действует для групп 3-7 включительно. У нас МФУ Кэнон, офисная техника – это вторая группа. Вторая группа – 10% максимум. Видимо, когда принимали к учету МФУ Кэнон, в документах указали, Наталья, что используется амортизационная премия 10% машиноавтоматом, но когда? Только в следующем месяце после принятия к учету. То есть, когда будет и амортизация, тогда и амортизационная премия. Значит, 10% от суммы 42 тысячи у нас уйдет только в налоговом учете. Посмотрите, бухучет – 0, налоговый – 4200. И эта временная разница, она будет гаситься постепенно на протяжении срока полезного использования. Каждый месяц начисленная амортизация будет гасить вот эту сумму. А я хочу посмотреть 0, второй счет. Покажет ли мне 0, второй счет погашение вот этой амортизационной премии. Показывает. Если стартово было минус 4200, временная разница, то у меня оборотность альдовая по счету 0,2. Каждый месяц, каждый – это означает, если было принято МФУ Кэнон в октябре, в 10-м месяце, то первая амортизация будет в ноябре, вторая – в декабре и так далее, пока не спишется основное средство. Полностью не самортизируется. Значит, Юлия, 168 рублей каждый месяц будут гасить ту сумму минус 4200. Пройдет энное число месяцев, например, 25, и мы полностью увидим, что бухгалтерский учет и налоговый сравняются. Но пока бухгалтерский опережает налоговый части амортизации. В части расходов налоговый в первый месяц амортизации уже признал расходы на 4200, и каждый месяц поэтому будет признавать всего лишь по 1512. То есть мы говорим о том, что разницы эти отслеживаются программным продуктом 1С бухгалтерии, все будет работать. Есть курс у нас отдельный ППВУ 1802, который рассматривает все особенности всяких разниц между бухгалтерским и налоговым учетом. Их не так много, но особенности есть. Оборотно-сальдовая должна содержать название, принадлежность к организации, единицу измерения, таблицу с массивом с данными, информацию, и, конечно же, подписи. Ну, само собой, вы знаете, что сальды начальные, обороты сальды конечные и так далее. Если меня интересуют отношения с кем-то по поводу чего-то, я буду детализировать какой-то счет. Ну, например, если мне интересны отношения с подотчетниками 75-й счет, я могу посмотреть ОСВ по счету 75 и посмотреть, кто кому сколько должен. Вита обещала, Вита внесла. Иванов обещал, Иванов внес. Крутилов обещал, Крутилов внес. Если мне интересно посмотреть, тот же наш, например, 0,1 счет 0,1.9. Карточку счета 0,1.9. Что означает текущая сальда в отчетах и в отчетности? И нет ли ошибок, если мы видим красноту? Стандартно мы в теории бухучета рассматривали, что при выбытии основных средств мы должны списать первой проводкой первоначальную стоимость с кредита 0,1 счета. Вторым шагом мы должны списать износ накопленную амортизацию с дебета 0,2. И на третьем шаге мы должны списать, признать по дебету или 91 счета при продаже, например, или если выбывает форс-мажор досрочно что-то 94 счет, остаточную стоимость. Но программисты 1С этого не изучали. Соответственно, они сделали как им удобно. Им удобно из регистра вначале списать амортизацию, потом первоначальную и потом разницу дельту. Зеленой нитью связываем все эти операции с субсчетом 0,1.9. Он называется выбытие основных средств, технический счет. Сальдо конечное, Наталья Ивановна, на конец дня у этого субсчета должно быть равно 0. То есть мы не идем домой с работы, пока не обнулим все. Программа настроена, что она обнуляет, но вопрос у главбуха Петрова. А почему это красное у вас текущее сальдо? Ну, скажем, так работает программа. Мы не в силах тут что-либо поменять. Движение, сформированное автоматически документом в списании основных средств. Сальдо на конец рабочего дня равно 0. Вот таких нюансов иногда встречается много в 1С. Что? Промежуточно какое-то красное сальдо может меня ввести в заблуждение начинающего пользователя, что это ошибка. Значит, ну, ащайная пауза музыкальная, да? Дебет минус 1708 – это не ошибка. Если отнять от 41 тысячи 1708-33, мы получим остаточную стоимость, которую списываем на 94-й. В данном случае была недостача. Как работать с 94-м счетом мы рассматриваем в курсе 1С. Насколько он автоматизирован? Ну, что половину операции с 94-м счетом в 1С автоматизированы, а половину 94-го счета приходится руками отражать. Это оборотно-сальдовая ведомость. Я хочу вам показать следующий отчет. Следующий отчет, который мы посмотрим, мы уже с вами косвенно увидели ОСВ по счету, правильно? И увидели карточку счета самолетики. Следующий отчет, который я вам хочу показать, называется «Анализ счета». Анализ счета на примере 68.02 НДС – оптимальный отчет для ознакомления. Это самый шикарный, что может быть. То есть заходим в отчеты «Анализ счета». Период выбираю четвертый квартал, потому что для целей НДСа, или нам не интересен именно четвертый квартал. То есть четвертый квартал, а счет выбираю 68. 68, если я забыл из теории бухучета в плане счетов 94Н 2000 года, вообще нет субсчетов. То есть это все условности. Расчеты с бюджетом в разрезе всех налогов. Я ищу где в 1С 68 НДС. Потому что сегодня это 0.2, завтра кто-то придумает другой субсчет с вашей компанией. Это ваше право. Минфин нам в этом руки развязал. Стартовый анализ счета содержит тоже дебетовую и кредитовую часть, но показывает с кредита каких счетов, если в дебете, или с дебета каких счетов, если по кредиту. Напомню, что показать настройки всегда нужно нажимать и по возможности включать детализацию по субсчетам для группировочных стартовых 68 и для корт-счетов тоже по субсчетам. По субсчетам это важно, потому что мне важно понимать, с какого 19 пришло, с какого не пришло. Сформировать. Теперь я могу анализировать анализ счета. Счет 68.02 за четвертый квартал показывает мне, что дебет 68.2 оборот по дебету из теории бухучета мы с вами учили, что это вообще, если счет по умолчанию изначально пассивный, как правило, мы должны платить в бюджет налоги, правильно? Соответственно, мы говорим, что обязательства увеличиваются по кредиту, уменьшаются по дебету. Значит, оборот дебетовый, есть понятие к вычету. Многие бухгалтеры и на курсах рассматривают, и в учебниках пишут, опытные, со стажем ученые, но допускают ошибку. Потому что говорят, что оборот это сумма к возмещению. В чем отличие к возмещению от понятия к вычету? К возмещению это уже результат, то есть сальдер дебетовый по 68 счету, что бюджет мне должен по этому итогу, кварталу. А к вычету, то есть мы скажем, что правильнее заявлять, к вычету 72 тысячи, то есть к уменьшению долгов, обязательств. Долги формируются по кредиту на 158 тысяч, это сколько начислено? Вот оборот 158 начислено. К уменьшению имеем право и отражаем 72 954. Может, прав у нас и было больше, я не знаю. Чтобы узнать, все ли права использованы, нужно анализировать 19 счет, правильно? На 19 права на вычеты. Значит, 158 минус 72. У нас сальдо, если кредитовое, называется к уплате. То есть результат к уплате. Если было бы сальдо дебетовое, то оно было бы к возмещению из бюджета. Наталья Ивановна, налоговая обрадуется, если увидит, что мы к возмещению в декларации показываем НДС? А если у вас упрощенка, вам все равно, да? Если у кого-то общая система, они не обрадуются, они скажут, давайте уточненку, покажите что-то. То есть действует, у налоговой действует правило 89% вычеты максимум пусть составляют от суммы начисленной. Если начислено 158 тысяч, они как минимум 1016-20 хотят увидеть к уплате. Но для маленьких, для регионов, там действует правило 93% или 7%. А для крупных городов и так далее, там налоговая стандартно 89, не меньше. Это означает, что они нам говорят, куда спешите, 3 года действуют права на вычеты в стандартном порядке, ждите. Помните, по авансовым счетам фактурам, по другим, когда к вычету отражаете, там всего лишь право действует 1 год. Поэтому лучше, если видите какие-то авансовые, к вычету и прочее, лучше их сразу наперед, а то, чтобы покупные, подождать на потом. Что означает счет 76АВ, 76ВА? Мы на курсе 1С на первом уровне и на втором, но на первом больше даже, рассматриваем авансовые операции и с поставщиками, и с покупателями. То есть, если мы деньги выдаем поставщику, он нам счет фактуры на аванс предоставляет, мы хотим и имеем право только в случае, если в договоре предусмотрены расчеты авансами. Если в договоре эти расчеты предусмотрены, и если я понимаю, что сегодня первый квартал я аванс плачу, а аж во втором или в третьем квартале будет поставка, то тогда я буду заявлять к вычету, правильно? Если в рамках одного квартала я вообще не буду этот счет фактуру, к вычету в книге покупок заявлять. Машина, если показывает, что 76АВ и ВА полностью закрылись, это означает, что видимо и авансы полностью закрылись. Нужно анализировать авансы и смотреть. Но я вижу, что исчислена сумма, исчислена, а что за минусы краснота? У меня аллергия на красноту, и я как будто думаю, что это ошибка. То есть если я вижу, что с 99-го счета какие-то 30 копеек, мне нужно внимательно двойным кликом расшифровать и посмотреть, что это такое. В данном случае отклонение при округлении до рублей согласно законодательству РФ 2014 года все налоги в рублях целых не исчисляются, а отражаются в налоговой декларации, ну и перечисляются. Это означает, что чтобы бухучет, двойная запись работала и у вас баланс сошелся, плюс-минус 30, 70, 20 копеек отклонений нужно или в доходы, или в расходы. Правильно? По всем налогам машина это делает автоматически. Регламентная операция означает, что машина сама все сделает за нас. Хорошо. Вот такой вот отчет, анализ счета. Лучший и самый шикарный из всех отчетов это отчет, анализ субконта. Если вы устроитесь на работу в первый ваш рабочий день, вы сможете изучить деятельность всей компании. Вы, конечно, скажите, что вам нужно там неделю, чтобы въехать все, но зачем вам ждать неделю, если достаточно 20-30 минут, чтобы полностью проанализировать все участки бухгалтерского учета вашего потенциального работодателя или места работы. И если вам понравится, что там всего лишь один затратный счет, 26-й или 44-й, вы скажете, ничего, что у вас 8000 клиентов, все будет нормально. То есть или увидите специфику, как затраты формируют, как статьи затрат ведут ли, как статьи ДДС и все остальное. В отчетах анализ субконта это тот отчет, который мы сейчас увидим. Первое, период всегда. Да, я возьму год. Первый отчет, который я хочу видеть, ну, допустим, по номенклатуре, сформировать. То есть здесь нужно выбрать вид субконта. Напомню, с английского в переводе субконта означает субсчет аналитический. Субаккаунт, субсчет, то есть отчет по номенклатуре. Я смотрю номенклатура А-материалы. Десятый счет поступило 3000 рублей 300 штук в объеме или килограммов, или чего-то. Если мне интересно, я могу расшифровать и увидеть. Смотрю бензин. Значит, бензина у меня на десятом счете 0,3. Вот если счет 10,0,3, Дарья, это правильный субсчет для бензина? Да, топливо. Я смотрю в оборотах. Приходило, уходило остаток по кредиту или по дебету? По дебету, потому что это активные счета. Для активных счетов действует вот это правило. Значит, я смотрю, 380 литров поступало, 330 ушло, 50 осталось. Я могу детализировать? Конечно, могу. Двойным кликом расшифровать будет карточка счета. Я увижу, где, когда, сколько, чего. То есть поступало стартовод подотчетника, выдали куда-то. А что за проводка 10,10? Юлия, что это за движения такие? Какие могут быть? Не 10,20, а с 10 ушло на 10. Это просто перемещение. Перелили из одной машины в другую, из одного склада в другой склад. То есть это перемещение. Мы на курсе 1С, конечно, рассматриваем перемещение материалов, товаров. Когда меняется только аналитика, с главного склада уходит на машину. Для чего? Чтобы потом, когда мы будем списывать с машины на материальные расходы, каждый путевой лист по машине, каждый у нас будет основанием для списания бензина. Правильно? Но без основательных списаний у нас не должно быть. Налоговая спросит, а почему вы списали 3 миллиона ГСМ топлива, если купили 200 литров бензина? То есть мы понимаем, кредитовый принцип царит. Если что-то не поступало, оно не может быть списано в большем объеме. Правильно? Поступило 200 литров на 6 тысяч, максимум 6 тысяч. Поступило еще сколько-то, максимум столько-то. Может, абсолютно верно. То есть мы должны анализировать и остатки, и обороты. Если фирма новенькая начала только в этом квартале действовать, мы не можем сказать. Да. А налоговая, если спросит, она будет проверять все, да? Ну, хотя бы будет оставаться. Правильное замечание, что если у налоговиков и вы им показываете формулы, расчеты, какие-то данные, что вы считали, откуда-то брали, они дальше копать не будут. А если они увидят, что у вас ничего нет, ну, и не можете обосновать, они начинают на этом закапываться еще дальше. Потому что там, где 20-е счета, себестоимость, калькуляции, они никогда не роют сильно глубоко, потому что вы им показываете формулы, расчеты, там, распределение, ну, и пишете ключевое в учетной политике, что весь учет ведете с использованием программного продукта 1С. Значит, все методы, которые есть в 1С, и все заложено в учетной политике, будут стандартны. Бирюса, холодильник. Как вы должны анализировать, куда уходят холодильники? Если я вижу 41-й и 91-й счет, это означает, что их списывали за ненадобностью по форс-нажеру еще куда-то. Это хорошо, если то, что для продажи не было продано. 41-й – это счет товаров. Вот счет товаров. И если я вижу, что товар прошел по 90-му счету, это означает, что из купленных 10 товаров на 50 тысяч было продано 8 товаров на 82-600. Я могу уже на этом этапе сказать, куда катится фирма, к прибылям или к убыткам по Бирюсе, холодильник. Могу. 82-600, даже если это с НДС, мы НДС вычленим, 18-й там, 118-й, останется какая-то сумма от нее, если отнять себестоимость. То есть я вижу, что все-таки выгодно. А если я вижу, что продали по себестоимости то, что стоит 50 тысяч за 20 тысяч, это плохо. Вот бухгалтер раньше всех видит, куда катится фирма. И менеджер случайно мог кому-то продать дешевле, но если у вас не настроены ограничения, бухгалтер должен звонить в колокол и говорить, куда мы катимся, к убыткам. Если вы будете молчать и видеть, как фирма катится не туда, куда надо, то скоро вам придется менять работу, потому что не останется этой фирмы. Учители вечно нам платить не будут и содержать взносами и займами. Бумага, диски, доставка крупногабаритных, ну и так далее. То есть анализ субконта номенклатура показывает, что был МФУ и не стал МФУ. Куда он ушел? Если он поступил по дебету 0,84, то он ушел с кредита 0,84 в дебет 0,1 счета, например, правильно? Ну или был списан или что-то еще. Чтобы ответить на все ваши вопросы, нужно открывать карточку счета и смотреть. Стартово 8 числа октября получено от Крутилова учредителя. Как я понимаю, что от учредителя дарил? Глядя на проводку, можно понять, правильно? Как я понимаю, куда дальше ушел? Глядя на проводку, 0,8 ушел на 0,1. МФУ, главный склад 42,000. Если изначально у меня было сальдо 42,000 на складе, то после принятия к учету на 0,1 на складе 0 МФУ. А куда делся МФУ? Он превратился из обычно смертного МФУ на складе в МФУ Canon AR2520 в эксплуатации. То есть он уже не в коробке на складе, а он уже у бухгалтера включен в розетку и можно распечатывать. Можно, это не означает, что мы распечатываем, правильно? Но означает, что мы его приняли к учету. Этот же отчет анализ субконта может показать нам отношения с работниками нашей организации. Вы проанализировали номенклатуру этой компании? Хотите проанализировать работников? Смотрите, по работникам у вас есть следующие данные. Работники у нас могут быть подотчетниками и просто зарплату получать, правильно? Я вижу, что 71-й счет закрыт, хорошо, 71-й закрыт, хорошо, но почему-то по 70-му счету не все так хорошо, как должно быть. То есть не вся зарплата выплачена. Например, у Балашова изначально была начислена зарплата 13 тысяч. Он на полставки возможно. И ну предзумали ему. Минималка по Москве сколько? 17-300 на сегодня, да? НДФЛ надо удержать у него? Надо. Если есть заявление на вычеты, сумма налоговая база уменьшится. Все это мы рассматриваем в 1С. Как настроить отношения, как принять на работу, как отразить вычеты на детей? Если у него 10 детей, НДФЛ рассчитываться и удерживаться не будет. Правильно? Ну, видимо, вычеты будут на детей покрывать его зарплату. Если выплатим зарплату, мы ему должны за месяц октябрь что-то? Ничего. Вот сальдо вам показывает, если буковка Д, что нам должны дебиторка, если К, мы должны кредиторка. А потом, когда мы начисляли зарплату, мы больше ее не выплачивали. Почему? Ну, потому что денег не было. Обязанность налогового агента считается исполненной, если начислен НДФЛ, удержан у зарплаты, но не выплачена зарплата на руки сотрудникам. Нет. Вот именно у источника выплаты, когда выплатим зарплату, тогда и будет НДФЛ. Даже если вы миллион перечислите в бюджет, налоговики скажут, вы просто нам дали денег. То есть они не посчитают, что это был НДФЛ. Обязательно нужен факт выплаты зарплаты. Хорошо, если посмотреть, например, по 71 счету отношения с Митрохином, что показывает карточка счета в отношениях с Митрохином? Буковка Д, буковка К. Елена, Д это нам должны или мы должны? Дебиторка. Нам должны. Вот дебиторка нам должен Митрохин, потому что мы ему выдали из кассы 1000 рублей. Сколько он нам должен в этот момент времени? 1000 рублей. Как только он нам отчитается в авансовом отчете, что кому-то заплатил, а мы ему дали денег, чтобы он пошел рассчитался с кем-то или принес от кого-то документы на имя фирмы. По доверенности он принес. Значит, я показываю 60 и 71 на 1062. Машина автоматом фишет, кредиторка 62. Кто кому должен? Мы ему должны доплатить, потому что не хватило ему 1000 рублей. Он своих добавил 62. Я со слов просто скажу, что 1062 в авансовом отчете. Или он не принесет чек, подтверждающий факт оплаты. Правильно? Как закрыть отношения с подотчетником кто кому должен? Если мы ему, мы что должны делать? Из кассы с кредита 51 выдать ему 62 рубля. Отношения закрыты? Закрыты. Хорошо. Если следующая аналитика статья затрат. Анализ субконта статьи затрат. за 20 минут на новом месте работы узнаете всю подноготную вашей новой компании. Увидите всех сотрудников зарплаты начисления. Вы увидите все статьи затрат. Если я вижу, что у них затраты только на 44, я радуюсь ничего там делать. Если есть 20, 25, 23, 29, 44, 26, там калькуляция полным ходом идет. Полуфабрикат, испомогательный, еще что-то. Там придется входить глубже в суть. затраты это всего лишь направление калькуляции наших затрат. Налоговый кодекс признает всегда амортизацию, страховые, зарплату. Ремонт ОС. Есть такая статья в налоговом кодексе? Есть. Списание материалов, материальные расходы признаются всеми? Да. Страховые износы признаются? То есть глобально здесь у меня нет никаких представительских и рекламных еще чего-то. Но если бы и были, мы бы их отражали и машина бы все нормировала как полагается. Мы рассматриваем с вами на втором уровне как нормируются затраты и все что нужно для этого. То есть если нужно понять откуда возник ремонт ОС 900 рублей, я могу расшифровать и машина покажет. Ремонт ОС стартово это было поступление накладной на ремонт ОС. Это смотрите, когда на курсе 1С я из отчетов могу сразу в документ зайти и исправить ошибки. Это просто я показываю слушателям иногда, что у вас в печатной форме может быть красиво большое название, а номенклатуру вы создаете просто ремонт ОС. И мне иногда лень писать основной принцип работы в 1С принципленности я говорю расшифровывайте, детализируйте то есть детализируйте и пишите что это ремонт МФУ Кэнон там замена детали лоток подачи ремонтом лотка подачи бумаги барабана чего-то там то есть то что вам написали в этом это для регистров налогового учета будет больше обоснования и если будет проверка вы сразу скажете не просто ОС они скажут какие ОС ремонтировали крышу стол стулья что там станки а мы скажем лотка подачи бумаги МФУ Кэнон мы будем помнить если таких будет операций 200 в месяц или в год вы все равно все не запомните правильно и потом будете смотреть ремонт придется поднимать каждый раз все документы а любой проверяющий в регистрах если видеть более что-то детальное соответственно вообще даже не попросит документы проверять ага это были то есть можно уточнять в документах обязательно мы говорим что обращать внимание на статьи затрат как заполнять документы мы рассматриваем в курсе 1С а сейчас меня интересует то что стартово 900 рублей возникли затраты и тут же в конце месяца машина автоматом всегда списывает 44 счет на 90.7 кроме какой-то одной статьи вот какую статью машина не списывает а пропорционально распределяет в конце месяца мы узнаем на курсе 1С уровень 2 закрываем карточку счета анализ субконта статьи движения денежных средств сформировать когда мы говорим о статьях движения денежных средств сразу понимается что мы скорее всего крупнейшие налогоплательщики и мы ведем всю бухгалтерскую отчетность в том числе сдаем четвертую форму отчета движения денежных средств четвертая форма отчета движения денежных средств тоже одна из самых лучших она прекрасна мы ее сегодня постараемся увидеть вместе со всей бухгалтерской отчетностью но чтобы понимать есть ли ошибки введения отчета ДДС я сразу формирую анализ субконта статьи ДДС первое правило статью нужно называть так как двигаются по виду движения денежные средства то есть если называют статью взнос в УК нам вносят деньги то это будет дебет активного счета 50-го 51-го любого другого правильно и если называется взнос наличными в банк 35 тысяч то я понимаю что эта статья некая пустышка которая балансирует ушло из кассы пришло на счет видим то есть для цели движения деньги не уходили не приходили они остались в наших карманах возврат от подотчетника подотчетное лицо у нас кто 71-й счет кто-то если он нам возвращает Наталья нам возвращают этот дебет 50-го подходит идеально выдача подотчетному деньги уходят минус по кредиту да налоги и сборы мы платим или нам платят а тут бывает всякое в жизни может и нам будут возмещать налоги но в данном случае мы видим что как правило мы платим да бывает что нам возмещают очень резко полгода да 6-7-8 месяцев но они стандартно 2-3 проверки по 3 месяца устроят чтобы начать возмещать минимум полгода надо бегать да лучше подождать и потом отразить когда будет больше обязательств правильно оплата товаров мы платим деньги уходят оплата труда зарплату мы платим или нам платят ну нам как работникам платят но как компания компания платит людям правильно получение наличных пришло в кассу плюс 80 ушло со счетом минус 80 и поступление от продажи продукции поступило 206 500 меня все устраивает главное чтобы не было здесь ушей уши это же организм на курсах все знают что такое уши уши это когда в документе кто-то забыл указать аналитику ну например если в каком-то документе я забыл указать статью ддс просто удалил провел и глядя на проводки я забыл вообще проверить проводки а если бы я их проверил я бы увидел уши вот эти уши рано или поздно выстрелят и в анализе субконта они выглядят вот таким образом это грубейшая ошибка если речь идет о рублевых расчетах если вы видите по 52 уши в части переоценок мы это подробно рассматриваем на втором уровне 1с то у нас сегодня рекламный семинар правда поэтому реклама должна быть тоже значит мы говорим что эти уши надо ликвидировать для рублевых расчетов по валютным переоценке зашиты программистами автоматом там уши есть но потому что машина не знает что это а как исправить уши кликаю двойным кликом по сумме в ушах захожу в документ указываю статью взнос выставленный капитал кликаю провести и закрыть возвращаясь в анализ субконта сформировать и уши исчезли статья ддс один из важнейших видов субконта который нужно формировать если вы крупнейшая фирма отчет ддс составляет отчет движения денежных средств если вы маленькая фирма может он вам вообще не нужен это ваше право и конечно же контрагенты когда мы анализируем анализ субконта контрагенты вас уже могут приглашать после сегодняшнего рекламного семинара на курс не на курс а на работу на участки 60-е 62-е счета 76-е то есть это один из самых сложнейших участков и вы сможете на нем работать почему потому что у вас будет в инструменте отчет анализ субконта контрагенты как формируются акты сверок и все остальное мы смотрим на курсе 1С альфа по 19-му счету а зачем мне альфа и 19-й счет потому что поставщик мне дает право на вычет счет фактура флайер с которым я могу пойти на дискотеку и воспользоваться выгодой получен будет от альфы альфа должен быть легитимным поставщиком у которого неподставной гендир который существует нормально должен могу ли я как-то открыть альфу и посмотреть прямо в 1С досье на этого контрагента могу я вам сейчас это демонстрировать не буду машина будет подключаться к интернету и если это настоящий клиент она открывает досье мы на курсе смотрим всю историю и финансово-экономический весь анализ по этому клиенту и там будет написано что гендир является еще гендиром в трехстах фирмах я сразу понимаю это подставной или что по этому адресу зарегистрировано 8000 компаний то есть для меня это уже какие-то критерии скажу дайте мне другую фирму где вы нашли эту значит 60-й счет 60-й счет я понимаю что не все хорошо это означает что есть задолженность поставщикам если мы не платим и они не возражают это хорошо для фирмы если поставщики не возражают что мы им не платим конечно главное договариваться что мы им заплатим через год все это время мы пользуемся их активами выгодами то есть имущество наше заплатим позже фирма Вико отношения с фирмой Вико нулевые по сальдо это означает что сколько были должны все заплатили к вычету все что было отразили ВИТО ВИТО наш учредитель напомню 75-й счет 75-0-1 дебиторка это означает что они нам ничего не должны если сальдо нулевое а 80-й счет пассивный уставный капитал Александр Дюма говорил что бизнес это не только бизнес а это всегда чужие деньги то есть это что означает чужие что капитал пассив нужно тоже рассматривать как вид обязательства если фирма ликвидируется мы должны Наталья Ивановна вернуть деньги или то что останется учредителем правильно когда ликвидируется фирма обычно ничего не остается и в суде обращаются 8 очередей там разных кредиторов но мы говорим о том что должны остаться жена Иванова кто такая 76.41 16 тысяч ждет мы можем раскрыть и посмотреть жена Иванова 70.76.41 по исполнительному листу это скорее всего алименты почему мы их не платим жене Иванова а она сказала буду приходить в кассу когда мне удобно сама забирать никакие банковские счета вам не оставляю ну что нам делать написала заявление что будет наличными забирать из кассы когда придет мы готовы всегда их выйдет правильно отчет анализ субконта по контрагенту вот может вам помочь разобраться хорошо если вы видите что по тете 62 счет 550 тысяч а счет 63 это резервы по сомнительным долгам да не претензии на возврат а именно резервы по сомнительным долгам 275 тысяч по кредиту вот счет 63 резервы мы рассматриваем тоже на курсе 1с теории вы о нем вряд ли говорите но это счет контрактивный то есть активные увеличиваются по дебету контрактивные накапливаются по кредиту для чего чтобы в балансе показать сумму 550 минус 275 я в балансе не должен обманывать моих читателей отчетности и они должны знать что если 62 это вся дебиторка то сомнительная на 63 62 ждем обещанного 3 года и не закрываем его а 63 уже можем показать хоть когда будет вашей душе угодно в двух учете по критериям сомнительности а налоговый кодекс говорит 45 дней прошло после срока в договоре спешите половину больше чем 90 дней прошло спешите все 100% на расходы но не более чем 10% от выручки если выручка 2 миллиона а просрочка у вас 10 миллионов они скажут максимум 200 тысяч можете признать не более 10% от выручки машина это все тоже умеет считать автоматически как мы это смотрим в курсе 1С следующий отчет который мы хотим увидеть я не буду вам показывать шахматную ведомость не буду показывать главную книгу обороты между сводной проводки есть понятие универсального отчета я вам его покажу чтобы вы знали ответ на любой вопрос в 1С если нет такого отчета который вам нужен но вы знаете что где-то в документах вы что-то заполняете правильно то есть если есть информация занесенная в 1С ее можно получить с помощью универсального отчета универсальный отчет позволяет нам по любому виду информации по документу по справочнику по регистру накопления сведений бухгалтерии получить любую информацию например я хочу по документу авансовый отчет посмотреть следующие позиции машина сама предлагает что она мне может выдать по этому документу не по одному а по всем за период я хочу за период 4 квартал 15 года посмотреть выданные авансы она мне покажет было выдано вот два документа выданных авансов Балашова и Митрофель я хочу посмотреть товары по этим документам она покажет по чеку номер такой-то такой-то даты было приходован бензин без НДС видимо в чеке не выделен НДС и без счет фактуры счет 10.03.19.03 количество 200 литров по цене 30 рублей на 6 тысяч хорошо я хочу посмотреть оплата поставщикам была ли покажет что Митрофель умудрился фирме Вика заплатить 1062 рубля 1062 рубля сумма взаиморасчетов 1062 информацию любую можно получить на закладке прочее у нас ничего не было на первом уровне на втором есть я могу выбрать другой отчет например больничный лист могу выбрать могу выбрать поступление могу выбрать пост поступление акты накладные хочу посмотреть поступали ли какие-то оборудования в этой фирме смотрю компьютеры поступали такая-то дата такие-то суммы хочу посмотреть объекты строительства были-не были товары сформировать она покажет были рукавицы бирюса рекорд рубин саратов и так далее такие-то счета конечно то есть если выберу документ который называется заработная плата он называется начисление зарплаты то по начислению зарплаты я могу увидеть начисление удержания НДФЛ на самом деле зарплатных отчетов много уже внутренних готовых но универсальный отчет это просто сплошное удовольствие и из любого документа из любого отчета из любой информации регистра я могу вытащить начисление машина покажет мне все виды начислений по кладу для бухгалтерии гараж по каждому человеку потому что период я выбрал большой если выберу месяц только за месяц суммы ну это по сути некий свод такой маленький если по начислениям по удержаниям удержания были у Иванова по исполнительному листу жена Иванова в пользу и жены вот такие это суммы могу посмотреть НДФЛ по всем сотрудникам за период это не регистр это просто внутренние отчеты управленческие для вас могу посмотреть помимо НДФЛ вычеты на детей и имущественные но я не понимаю у кого сколько что но если открою заявление я посмотрю что у Балашова оказывается даже пятеро два вычета на первого на второго по 1400 и три по 39000 пятеро детей он молодец взносы сформировать по взносам я вижу по каждому сотруднику за каждый месяц суммы во все фонды ФФОМС ФСС ФСС несчастные случаи и пенсионный фонд вы заметите пенсионный фонд машина не считает я имею ввиду она считает ОПС обязательно пенсионное страхование не считает накопительные величины до превышения СВС превышения она будет считать просто у нас получается ОПС обязательно пенсионное страхование сумму 796 тысяч она знает лимит и она будет проверять эту сумму просто у нас-то с вами еще 15-й год для 16-го пока информации нет в 15-м тоже были лимиты она их тоже считала ну просто вот такая информация ФСС особенно не любит если предельные нарубили зарплаты и начинается там каталась ФСС до предельного в 16-м году это 718 тысяч мы отчисляем 2,9% сверхпредельный 0% это просто внутренний отчет универсальный и по сотрудникам можете сформировать каким сотрудникам сколько когда что начислялось можно это сделать по справочнику например если я выберу справочник контрагенты и выберу по контрагенту например здесь есть история номинований есть история КПП есть дополнительные реквизиты есть контактные например КПП сформировать ничего не показывает потому что нигде видимо не заполнены и их нет истории дополнительные реквизиты тоже нет контактные может где-то есть контактная информация вот она вытаскивает адрес новоясеневский такой-то такой-то телефон такой-то ну вот Санкт-Петербург то есть информацию какую-то можно получить и по справочникам и по документам универсальный отчет все знаем это один из лучших отчетов если нет другой возможности получить отчетную информацию какую-то внутреннюю хорошо что касается зарплатно-кадровой отчетности интересно нам посмотреть 4 фсс и пфр рсв1 или вы хотите это на курсе зарплаты управления персоналом я делаю рекламу зуб 3.0 а конечно мы сейчас это посмотрим то есть есть у нас курсы по программному парадокту зарплаты управления персоналом редакции 3.0 но типовая бухгалтерия справляется со стандартной зарплатно-кадровой отчетностью мы сейчас посмотрим юлию отчетность фсс машина открывает кучу рекламы и говорит читайте не стесняйтесь развивайтесь я половину закладочек закрою оставлю только то что мне нужно и не нужно сдать 4 фсс за 15 год кликаю создать это нужно было сделать до 25 января но мы считаем что мы успели это ежеквартальная отчетность поэтому если не успели то все равно сейчас будете сдавать за первый квартал до 25 апреля правильно кликаем создать я показываю что отчеты формировать сможет каждый и сегодня вы должны убедить себя в том что вы можете работать с самым главным успешным бухгалтером или заместителем или кем-то то есть вам не будет уже интересно просто документы заполнять потому что на курсе нужно записаться чтобы документы заполнять а отчетность сформировать вы сможете всегда если у вас есть своя команда бухгалтеров вы отчеты вовремя будете формировать надо ли ругаться главному бухгалтеру на подчиненных если вы нажимаете кнопку заполнить там пусто второй отчет пусто третий пусто вы думаете так как сюда что-то должно попасть нужно мотивировать стимулировать как-то поощрять но чтобы они первичку вносили значит я нажимаю кнопку заполнить и машина автоматом заполняет титульный лист стандартно сведения из справочника организации стартового дата подписи автоматом какая укажете то есть можно ее менять руками в табличке первой конечно идет расчет начисленных и уплаченных страховых взносов по периодам в том числе за последние три месяца почему в какие-то месяцы суммы могут отличаться а потому что в ноябре были больничные отпуска и там суммы страховых другие общая сумма такая-то то есть машина заполняет абсолютно все единственное что прошу по каждому разделу просто визуально осмотреть те ли ваши ли суммы а вдруг она базу где-то вы ошиблись и начислили вместо там 100 тысяч 3 миллиона то есть вы в начале начисления зарплаты должны проверить по-хорошему а оттуда вся информация попадает в регистр и в отчет мы конечно сейчас проверим контрольное соотношение Салимат чтобы в соотношениях у нас не было ошибок машина машина говорит в отчете не обнаружены ошибки хотите все равно увидеть что проверяла организация ФСС мы кликаем да машина покажет вам множество 248 соотношений если бы я сказал давайте проверим все соотношения это очень трудоемко и очень долго каждую графу проверять между собой должно быть больше меньше равно но нет ошибок и слава богу если я проверю выгрузку на наличие ошибок в самом формате файла логический контроль машина тоже должна сказать что ошибок нет иногда ошибки есть вы их должны исправлять как только вы все это сделаете вы имеете право отправить прямо из 1С вашу всю отчетность Калуга Астрал фирма Астрал Калуга поддерживает эту отправку оперативно успешно раньше я ругал эту отчетность сейчас слава богу все хорошо А если TaxCom нужно выгрузить если TaxCom Contours BIS плюс плюс вы нажимаете не отправить а выгрузить файлик сохраняете на рабочий стол а уже в Contour TaxCom S BIS и грузите файлик то есть это файлами выгрузили из 1С потом загрузили если нажимаете отправить автоматом при условии что у вас есть подписка на ИТС и легальная программа значит я кликаю записать и просто закрываю 4FSS первый наш отчет 4FSS уже сформирован ура осталось подготовить RSV1 квартальную отчетность PFR сложнейший отчет что делает бухгалтер перед его заполнением выбирает период квартал год 15 квартал 4 меня интересует выбрать создать комплект все больше бухгалтеру делать ничего не надо на первый взгляд но если мы не умудрились попросить снился сотрудников в момент приема на работу вы никогда не сдадите отчетность без снился в ПФР не принимают отчетность я хочу нажать проверить чтобы машина проверила ошибки есть ли в каком разделе она говорит господа есть ошибки в разделе 1.5 там где расчеты ошибок нет черные в разделе 6 красным горит ошибочки ошибки в каждом из сотрудников а мне интересно я захожу туда внутрь Балашову и смотрю где красно горит поле с ошибкой то есть если я нажму восклицательный знак она скажет полис не заполнено найдите его а я не знаю его значит я или Балашова прошу срочно беги там получай код и оттуда диктует по телефону потому что физлицам они стараются сразу а если время терпит еще месяц-два впереди до 15 мая за первый квартал есть время до 20 даже если в электронном виде соответственно мы можем АДВ-1 заявление отправить и ждать две недели пока ПФР отправит если нулевое письмо и ну если вы письмом уведомите что у вас гендир и он не получает зарплату потому что не хочет и так далее то вы просто письмом их уведомляйте пустые отчеты по хорошему нужно сдавать письмо нужно нулевую нужно нулевую нужно нулевую нужно отправлять да да я нажимаю смотрите у меня отчет готов но я понимаю что я не могу его сдать потому что если попробую выгрузить машина скажет обнаруженные ошибки продолжить я могу с ошибками выгрузить но я знаю что мне потом скажут а у вас нету снилсов сотрудников нет да не пропустит то есть ни такс ком ни другие системы не пропустят но выгрузить файл могу но он никуда не уйдет то есть ваша задача по поводу снилсов и 2ндфл как думаем машина будет ругаться или все таки можно мы говорим что с начала 16 года хотели строго сделать чтобы обязательно но в законе же нигде не обязаны все сотрудники иметь и нн поэтому с и ннами можно и без и нн сдавать 2ндфл если нужно подготовить а это не считается ошибкой то есть машина покажет ошибку да главное чтобы мы все удерживали вовремя перечисляли и платили налоги правильно с и нн нам они так и быть прощают зарплата и кадры 2ндфл для передачи и фнс я хочу создать за 15 год дату укажу ну допустим 29 марта 16 заполнить машина по всем сотрудникам что делает бухгалтер надо ли подделать то есть если у вас налог 3000 и так далее вы удержали перечислили меньше но это плохо надо было удержать и перечислить все что удержали вот бухгалтера если видят что программа им что-то не посчитала им лень показывать оплаты в 1с хотя они должны были их показать иначе как баланс и все остальное сдавать правильно но они их показали в январе им сейчас пока не страшно они их не загрузили еще клиент банк там декабрьские что-то вот бухгалтер машина пока не увидит оплату что прошло на дфл она не покажет что перечислено и удержанно хоть налог мы могли уже перечислить но пока зарплата не выплачена в 1с за декабрь а мы же ее в январе можем выплатить правильно машина будет показывать что не удержанно не перечислено ну тогда я советую бухгалтерам что делать по каждой строке копировать сумму исчислено ставить в поле удержанно это я вас махинациям учу которых делать в принципе не надо но если горит завтра 1 апреля вам нужно срочно сдать и показать что долгов нет то есть у вас значительно удержанно перечислено должна быть одинаковая сумма я кликаю провести конечно кликаю проверить она говорит обнаружены ошибочки кликаю окей что за ошибки с орионом она говорит контрольное число и нн не совпадает с рассчитанным у нас в учебной версии придуманный там и нн кпп она ругается и говорит у вас нет такого и нн то есть здесь не 0.3 а здесь 77.15 15 налоговые ошибку допустили если слушатель допустил ошибку она сейчас будет ругаться номер банковского счета я его постараюсь удалить еще раз проверю ошибку уже на организацию она не пишет и говорит ошибок нет потому что релиз новейший программа обновлена ну или один из последних а в целом машина всегда ругалась говорит не указан там и нн или еще что-то значит что нужно сделать если ошибок нет мы говорим проверить то есть на что еще может программа ругаться на личные данные сотрудника если не указали паспорт адрес проживания машина ругается у нас это все указано ну мы принимали адекватного работника сотрудника на работу поэтому мы говорим все нормально мы провели мы проверили нет ошибок мы можем выгрузить куда на рабочий стол оттуда через любую систему в формате xml все будет выгружено и сохранено файл успешно сохранен если нужно отправить из 1с прямо по кнопке еще отправить могу проверить в интернете это опция платная то есть она бесплатная если у вас подписка на ИТС у вас же будет подписка на ИТС в организации правильно информационно-технологическое сопровождение будет конечно будет да 2ндфл тоже сможете сдать мы говорим помимо отчетности 2ндфл и ПФР и ФСС вы должны сдавать бухгалтерскую отчетность и налоговую налоговую в части налога на прибыль и бухгалтерскую в части баланса и форм 2 значит я открываю в отчетах 1с отчетность регламентирования и смотрю бухгалтерскую налоговую отчетность конечно я хочу создать я хочу создать что создать одну форму из ну не 4 ФСС я не хочу здесь стоит отбор 4 ФСС его нужно снять то есть я хочу создать любую форму отчетов у нас уже есть РСВ1 есть 2 НДФЛ есть 4 ФСС мы хотим создать бухгалтерскую нам осталось всего лишь сегодня рассмотреть 194 формы отчетности 3 уже рассмотрели еще 191 да это шутка но в каждой шутке есть доля шутки то есть мы можем если захотим хоть все нажимать заполнить половину форм нам просто не нужны вот мы хотим посмотреть бухотчетность с 11 года бухотчетность с 11 года с января по декабрь но так как фирма говорит а вы зарегистрировали ее 28 сентября значит будет 28 сентября по декабрь согласны создать если у вас некоммерческая организация далее то вы ставите точку некоммерческая и печатаете сейчас и для бухгалтерской и для коммерческой некоммерческой одинаковая отчетность в принципе разницы нет уже итак бухгалтерская отчетность 15 год заполнить все формы отчетов почему все потому что я не хочу руками то есть я хочу чтобы все заполнились как для крупнейшей компании и пояснение и изменение капитала и отчеты ДДС и бухгалтерский баланс и все на свете конечно зная отчеты мы можем сейчас изучить весь бук учет как открываем баланс и смотрим расшифровки что в строку там 1110 входит 0.4 минус 0.5 нематериальные активы минус амортизация в строку 1260 там дебиторка минус резервы и так далее то есть можно изучить как заполнить вообще что такое баланс что такое форма 2 действительно можно но помните если вы не ведете учет ежедневно каждый день day to day то все будет плохо ваша задача вести 85% успеха от правильного правильной работы операторов 1С поэтому если идете на должность говорите я хочу быть главбухом замом еще кем-то потому что работа бухгалтерна первички но начинайте конечно с нуля как говорят сотрудники банков там чтобы стать главой управления нужно начинать с кассы ну а сами начинают сразу с каких-то заместителей то есть конечно нужно знать что на участке происходит чтобы видеть эти ошибки заполните отчеты мы нажали я еще повторно нажал для пущей уверенности потому что забыл нажимал или не нажимал такое бывает и бухгалтеров бухгалтера очень нервничают если случайно не сохранили то что они записали точнее то что создали поэтому вам нужно периодически записывать то что вы делаете первая форма отчетности бухгалтерский баланс начинаем анализ чего символы у нас тысячах рублей адрес частная собственность акведы вид экономической деятельности все коды заполняются и я смотрю напомню что так как в тысячах рублей отчетность здесь в тысячах но если я супер перфекционист бухгалтер то я могу настроить отчетность для себя любимого в рублях с копейками чтобы баланс сошелся до копеечки а потом я поставлю тысячи чтобы сдать как требует законодательство я сделаю настроить в рублях с копейками два знака после запятой в рублях два знака после запятой по кнопке еще настройка сохранить тогда я уже вижу суммы с копеечками 40 тысяч 460 рублей нематериальных активов конечно я как самый успешный должен знать а что это за сумма откуда она взялась соответствует ли она реальне это означает что мы не зря вели двойную запись и счета бухгалтера заполняли и отражали то есть если вы где-то показывали 0.4 0.5 амортизацию машина это должна учесть как я смотрю по кнопке расшифровать она показывается строке 11 10 нематериальные активы показываются сальдо кредитовое по 0.5 будет с минусом сальдо дебетовое по 0.4 с плюсом 40.800 первоначальная минус 340 амортизация будет 40.460 я думаю когда это у меня был 0.4 счет я все забыл а забыл потому что я этого и в глаза не видел впервые после отпуска вышел на работу а Малахова кассир или кто-то там бухгалтер на участке основные средства материальные активы что-то отражало надо же ее проверить я смотрю хоп двойным кликом принято к учету право исключительное молодец она право исключительное приняла к учету на 44 счет амортизацию решила 120 месяцев начать 10 лет мы решили что это нормально я все проверю ну молодец проводки она сделала сделала проводки без ушей без ушей никаких придирок нет значит было дело ну раз было это в ноябре то как минимум в декабре месяце будет начислена первая амортизация сумма 4800 поделить на 120 месяцев 340 рублей в месяц молодец машина все правильно рассчитала Малахова молодец премии полагается за год по результатам работы правильно не забудьте поблагодарить ваших сотрудников и себя тоже но это решать не нам и учредителям и руководству компании глобальному но бухгалтер главный бухгалтер шея руководитель голова бухгалтер может управлять не только бухгалтерией но и всеми да добавить строку если мы супер хотим детализировать в том числе то-то-то-то то-то то есть если есть возможность и необходимость детализировать эти нематериальные то есть показать право на товарный знак патент изобретение да но это конечно не практикуется маленькими фирмами правильно но крупнейшие компании могут детализировать например если банк просит чтобы я показал в строке дебиторская задолженность брутто грязную и в том числе резервы и потом чистую то же самое с основными средствами показать отдельно грязные отдельно показать амортизацию я могу писать что там столько-то 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 но все равно виток пойдет нет-то чистое за минусом всех амортизаций основные средства тоже можно расшифровать 42-3 300 38 640 как расшифровываются запасы очень просто это 10-й счет это 20-й счет это 44-й если есть сальдо это 41-й у нас остатки есть дарья по 10-му и 41-му среди запасов у нас только товары и материалы больше ничего как расшифровать дебиторку если я видел по 62-му счету 550 тысяч почему дебиторка меньше а потому что был резерв на 63-м счете на 275 тысяч резерв уменьшают а почему мне ФСС должен в активе дебиторка что это такое а возможно были больничные пособия и нам да скорее всего это больничные но если декретные будут тоже тоже нам должны возместить правильно верно то есть нормальные отношения или нам должны или мы должны нам должны это в активе мы увидели что здесь дебиторка минус резервы плюс все остальные дебиторки связанные с ФСС и прочим НДС если нет это означает 19-й счет мы весь списали в этом квартале это хорошо ну и в этом году хорошо почему нет не остались еще должными бюджету денег значит денежные средства я запомню эту сумму красной суммой у себя на доске или где-то запишу 438 649 потому что мне нужно проконтролировать в каком отчете отбить 438 649 а мне интересно дальше посмотреть прочие оборотные активы ну что там может быть что угодно я сейчас показывать не буду это интрига баланс первая интрига которую нужно развенчать это посмотреть сойдется ли баланс строка 16-2-0 до копеечки со строкой 17-2-0 в 1С могут быть случаи когда баланс не сходится и мы их рассматриваем на курсе 1С бухгалтерии в курсе т.бух вы говорили всего существует 4 типа хозяйственных операций активы увеличиваются и уменьшаются пассивы и уменьшаются и активы и пассивы увеличиваются и активы и пассивы уменьшаются соответственно в теории бухучета мы говорим нет такого что строка 16-2-0 не равна строке 17-2-0 разве что ошибка бухгалтера забыли указать какую-то сумму где-то в самолете но в 1С есть нюанс всего в одном случае не закрывается баланс если вам интересно я могу сказать на курсе 1С вы это узнаете и посмотрите наглядно в каких случаях не закрывается кредиторская задолженность выделяем сумму расшифровать 60-й счет нормально 68-й должны по НДФЛ по НДС по налогу по налогу на прибыль должны должны кстати мы не посмотрели с вами раздел 3 капитал и резервы 500 тысяч уставный капитал помним из теории бухучета то есть 500 тысяч стартов мы сформировали организацию почему-то у меня убыток и у меня нонсенс я вроде в кредиторке увидел налог на прибыль что мы должны бюджету налог на прибыль а по данным бухучета у меня убыток когда могут не сходиться активы с пассивами когда вы в 1С упустили операцию по закрытию месяц как правильно закрывать месяц мы смотрим на курсе 1С но я хочу вам показать что в месяце декабре есть понятие расчета налога на прибыль я вам покажу отчет связанный с расчетом по налогу на прибыль который нам сейчас покажет все что связано с вот этой диспропорцией у меня шок вроде бы убыток по бухучету а налог на прибыль платим конечно ведь налоговый кодекс говорит нам давайте вначале посмотрим данные бухучета за год доходы 600 тысяч расходы 400 прибыль по основной деятельности 202 тысячи рублей видим мы хотим посмотреть с вами вот мы все это получаем на курсе 1С отражая и разглядывая за текущий год по прочей деятельности у меня расходы почему видимо там какие-то разницы восстанавливались и помните резерв по самодельным долгам мы сегодня уже видели 275 тысяч что такое резерв крилит 63 это 63 уменьшает активный счет 62 с одной стороны и с другой стороны увеличивает наши расходы какие прочие почему бухгалтеры напрочь не хотят в бухучете отражать резервы потому что наш баланс будет некредитоспособным непривлекательным я с одной стороны уменьшаю активы прячу дебиторку плохую правильно и уменьшаю в пассиве прибыль как прибыль уменьшится если я расходы увеличу конечно прибыль будет меньше вот из-за этих резервов которые мы умудрились отразить у нас основная прибыль по основной деятельности бухгалтерская съедена расходами которые и убытком по прочей деятельности то есть у меня в бухучете действительно убыток 54 тысячи рублей это бухучет налоговый кодес говорит я вам резервы по урезаю почему не больше 10% от выручки а если выручка у вас 641 тысяча у вас выручка максимально безндец 641 за этот год период значит нам скажут показать настройки посмотрите что у вас творится в налоговом учете дело в том что бухгалтерский налоговый учет это разные песни налоговый учет мы ведем по правилам налогового кодекса а налоговый кодекс говорит не радуйтесь резервы показывает списать всю дебиторку нельзя они больше 10% от выручки даже если у нас 275 тысяч резервов мы когда сформируем в налоговом учете там ситуацию то по данным налогового учета у нас 202 тысячи мы скоро закончим буквально 10 минут еще пару форм отчетности осталось и все но интересно же разобраться в чем суть поэтому 202 как и было по основной прибыль это налоговый кодекс но налоговый кодекс нам не разрешает больше чем 10% а берет ровно 10% от выручки и получается у нас убыток по прочей всего лишь 46 по основной прибыль 202 значит в налоговом кодексе в декларации по налогу на прибыль мы с вами увидим сегодня 156 тысяч прибыль и налоговая скажет заплатите с этой суммы 31 тысячу если если у меня до этого 54 тысячи был убыток в бухучете и плюс еще в форме 2 я должен показать еще и налог на прибыль налог на прибыль чистую прибыль увеличит или уменьшит прибыль уменьшит а если убыток еще больше его сделает то есть у нас убыток глобального нашей фирмы несмотря на то что в бухучете у нас убыток нас заставляют платить 31 тысячу налог на прибыль мы их конечно заплатим мы совестные налогоплательщики мы не пытаемся уклоняться правильно сознательно не уклоняемся соответственно убыток по данным баланса будет 85 80 чем-то тысяч я хочу проверить у меня убыток 85 тысяч то есть это не выдуманные цифры машина все считает конечно в декларации по налогу на прибыль будет прибыль и 31 тысяча будет налог на прибыль отчеты финансовых результатов покажет все доходы минус все расходы отклонения машина здесь показывает нам 103 за счет того что были разницы постоянные переменные она их там показывает изменения в капитале строка 33 2 0 у нас стартово родители нам дали учредители 500 тысяч уставный капитал юлия если мы 500 тысяч уменьшим на сумму убытка 85 сколько величина собственного капитала останется вот если у нас родители нам дали 500 тысяч стартово уставный строка 33 2 0 в третьей форме отчета безменения капитала то мы проели 85 успешно останется меньше правильно задача нашей компании в чем наращивать капитал прибыль получать но мы не застрахованы от убытков тем более если при убыточной деятельности нам говорят платить налоги на прибыль потому что они не признают наши расходы чистые активы будут не 500 тысяч не больше а меньше мы проели я хочу посмотреть отчеты ддс четвертая форма отчетности первая баланс вторая финансовая третья изменения четвертая отчет ддс вот в отчете ддс я должен увидеть все виды деятельности текущие финансовые инвестиционные плюсы и минусы по всем но самое главное интрига я даже на доску не оборачиваюсь а вы мне скажете итоги по балансу строка 1250 денежные средства всего банки касса сальга должны быть равны строке 4500 четвертой формы грубейшая ошибка у многих компаний у бухгалтеров не сходится потому что есть всего три ошибки когда не сходится вот на курсе с Ивановым Валерием мы рассматриваем все три ошибки о которых даже аудиторы не знают аудиторы почему не знают потому что они знают теорию бухучета но не знают практику работы в 1С они проверяют карточки все самолетики говорят тут ошибок нет ошибка в программе но ошибок в программе тоже нет то есть есть всего три ошибки когда не сходится отчет ОДДС он нужен только для крупнейших компаний маленькие средние фирмы не ведут эту отчетность они сдают только первые две форму 1 и форму 2 ну если вы хотите все сдать можете дать все машина все заполнит только проверьте контрольные соотношения равны ли у нас до копеечки все должно сойтись чистые активы конечно увидим расчет чистых активов это важно крупнейшим акционерным компаниям что всего актива минус всего обязательства получим чистые активы 414 061 другими словами собственный капитал мы проели нам величину убытка значит это величина чистых активов правильно здесь есть нюанс активы нужно уменьшать на величину задолженности участников выставный капитал то есть если 7501 у вас не закрыт до конца то эта сумма из активов тоже уменьшается если мне учредители обещали 5 миллионов обнесли всего лишь 4 и скоро закончится год и они не внесут даже если внесут на этот день я не буду показывать 5 миллионов активов я буду показывать 4 зачем всех обманывать они могли обещать и 100 миллионов обнесли пока только 72 да вот это и есть величина чистых активов я нажимаю записать бухгалтерскую отчетность она у меня есть если я поменял в тысячах рублей я могу ее сдать и последний отчет который мы хотим рассмотреть это отчет налог на прибыль то есть декларация по налогу на прибыль если в налоговой отчетности посмотреть конечно можно смотреть и налог на имущество и все остальное но мы смотрим на примере общей системы налог на прибыль создать помним ли Наталья Ивановна что мы сказали что если прибыль 150 чем-то тысяч то 20% это где-то 31 тысяча рублей то есть налог на прибыль мы только что видели если мы помним ну визуально вы когда формируете всю отчетность вы должны контрольно выписывать себе для себя и сверять по вашей компании я это физически запомнил потому что тут шок у меня был убыток в двух учете а прибыль в налоговом я эту сумму там 31 с чем-то тысяч запомнил я заполняю декларацию начинаю с титульного листа все хорошо Иванов налогоплательщик я смотрю дата подписи немножечко не та подделаю на 28 марта ну чтобы успеть вовремя сдать декларацию по прибыль я к тому что вы до 28 числа следующего года должны успеть сдать марта годовую за 15-й год да а до 30-го 31 марта надо успеть сдать баланс мы с балансом успели с датой 29-го а вот налогом на прибыль надо было его вчера сдать за 15-й год мы его сейчас дадим как посмотрим раздел первый в разделе первом сразу итоговые суммы 3 тысячи в федеральный бюджет 2 процента в субъектах федерации 18 процентов 28 то есть общая сумма 31 вроде бы без ошибок но мне-то интересно посмотреть расчет налога на листе втором лист второй покажет помните ли 10 процентов мы говорили Елена когда резерв это было 64 тысячи а здесь выручка стартовая 641 тысячи как правило налоговый кодекс и бухгалтерский учет в плане доходов всегда одинаковый но нет такого что налоговый кодекс не признает доходы более того они могут завысить доходы когда скажут а вы здесь специально продали за 30 рублей а всем продавали по 130 максимум могли отклоняться плюс-минус 20 процентов от цены средней вашей рыночной но вы докажете свою правоту только в том случае если покажете документ что вы сегментируете рынок что у вас для пенсионеров такие цены для этих такие для VIP такие тогда один и тот же продукт я VIP продаю по 2 миллиона а кому-то продаю по 100 тысяч и меня никто за это не судит смотрим что у нас получается доходы минус расходы получим 156 тысяч прибыль 20 процентов пятая часть это 31 тысяча если 20 процентов это 31 то 2 процента десятая часть от 31 будет 320 верно 18 28 проблем нет а кому интересно уже расшифровывать есть приложение в каждом листе захотели расшифровать приложение 2 откуда 100 тысяч расходов я выделяю ячейку и кликаю расшифровать она покажет это себестоимость реализованных товаров а мне интересно кликнуть эту сумму двойным кликом она покажет это проводка кредит 41 990.2 а если еще кликнуть она покажет ну что тут по прочим по телевизорам по холодильникам руководитель меня спросит сколько холодильников продано на какую сумму я скажу на 72 тысячи продали холодильников да а если я посмотрю отчет оборотно-сальдовая по счету 90 и сформирую его что мне машина покажет она покажет супер информацию о которой я могу давать информацию моим руководителям и управляющему персоналу то есть я могу сказать что все мои продажи выручка по кредиту 90-го счета по прочим товарам 8000 по телевизорам 49 по услугам 550 по холодильникам 148 обязательно нужно вести учет по номенклатурным группам это мы учимся делать на курсе 1С бухгалтерия на первом уровне и на втором обязательно себестоимость в разрезе этих групп меня спросят что сократить мы катимся куда я скажу все хорошо катимся к прибыли но хорошо бы отказаться от там от прочих или от чего-то с другой стороны я смотрю 8 а себестоимость 4 4200 остается НДС надо отнять еще 1200 3 остается все равно прибыльно но если я увижу что где-то у меня по услугам выручка 500 НДС 83 а себестоимости вообще нет по услугам я радуюсь или задумываюсь а почему это у меня услуги без себестоимости вот как формируются затраты по услугам мы рассматриваем на втором уровне 1С конечно в любой фирме есть коммерческие 90.7 и управленческие зная все доходы расходы зная финансовые результаты мы куда-то к чему-то придем то есть разница будет конечно же если это дебят 90.9 а кредит 99 я могу заявить вам всем что у нас глобально должна быть прибыль по основной деятельности у нас она и была по основной деятельности прибыль только у нас ее бухучет проел прочими резервами по долгам сомнительным правильно а налоговый кодекс сказал проем только на 10% от выручки то есть невозможно все списать а вдруг вы вошли взговор с клиентами сказали не платить специально чтобы показывать убытки и чтобы не платить налог на прибыль всякое бывает жизнь вот на сегодня все всем спасибо за занятие записывайтесь на курсы 1с спасибо за просмотр! 田野